Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сейчас уже в апреле месяце, когда потеплело, я выношу свою рассаду в теплицу, в ящиках. Я стаканчики ставлю в ящики, чтобы она проходила закалку. Сейчас пока у нас время на похолодание, на улице даже минус 3, и рассаду я занесла в дом. Сегодня я хочу рассказать об одной проблеме рассады, которая может начаться из-за неправильного ухода. Я имею в виду пожелтение листьев у рассады. Это бывает довольно-таки часто, и причиной может быть плохая освещенность. У меня, например, очень много рассады, но нет возможности всю ее правильно досвечивать. Причиной того, что рассада может пожелтеть, рассада томатов, может быть то, что мы ее неправильно поливаем. Если рассаду поливать лишнего, я вот тоже очень люблю поливать лишнего, и у меня в некоторых ящиках с рассадой есть верхушки листьев бледно-зеленые. Это от того, что переливаешь рассаду. Земляной ком нужно хотя бы не поливать 2-3 дня, давать просохнуть, чтобы он просох больше, чем наполовину, и только после этого поливать рассаду. От перелива я в этом году подстраховалась. В каждый стаканчик на глубину 1 см положила и прикрыла грунтом одну гранулу глиоклодина. Поэтому у меня с рассадой ничего такого не происходит, а от перелива может быть и черная ножка. Желтеть рассада может еще и от переизбытка удобрений, если, например, лишнего удобряли. Также может желтеть рассада, и если ей будет недостаточно питания. Конечно, еще большую роль играет грунт, в который мы пикируем рассаду. Не секрет, что тот грунт покупной, который мы покупаем в садовых магазинах, может попадаться такой, что отработанный с теплиц. Об этом уже все пишут в интернете, и это большого секрета не составляет. Так вот, если попадется такой грунт, некачественный, отработанный после теплиц, то, конечно, рассаде в таком грунте будет тяжело, и листья начнут желтеть. Спасибо за внимание!